Всем привет, с вами Fallfire, поздравляю вас с новым 2018 годом! Это видео будет первым в этом году, поэтому на обзор я выбрал кое-что особенное. Встречайте, Як-3, ВК-107. Многие меня спрашивали про данный самолёт, я как-то не решался на него сделать обзор, но всё же я пересмотрел свои планы и подготовил для вас видео. Самолёт у нас премиумный и находится на обоим рейтинге 5,7 в юристичных и на 6,3 в симуляторных. Раньше у него, кстати, был БР-6.0, но впоследствии его снизили. Какие преимущества у данного Яка? В первую очередь я выделил отличную скороподъёмность и скорость. Он самый быстрый всей серии Яков, под исключением попадают только реактивные. Набираясь в высоту, советую под углом 20 градусов, выдерживая оптимальную скорость в 300 км в час. Наша скороподъёмность считается лучше не только среди Яков, но и среди всей советской авиации. 23 метра в секунду позволяет оказаться выше даже некоторых спидфайеров. Двигатель перегревается только при включённом форсаже, но обычно это происходит уже на значительной высоте. Тем более он уставает довольно быстро, так что особых проблем нет. На большой высоте раскрывается потенциал нового двигателя. Если до этого Яки были эффективны только на средних и малых высотах, то наш Як отлично ведёт себя на высоте выше 6 км. И может сражаться на равных со спидфайерами или другими высотными истребителями. Ну и также у земли даст фору многим скоростным истребителям. По динамике разгона в горизонте мы сравним и с Ла-9. Однако наша максимальная скорость по флатуру всё же уступает лавке. Несмотря на то, что Як у нас цельнометаллический, его предел по скорости равен 7,2 км в час. Запомните это значение, потому что Як очень быстро набирает свою скорость в пикировании. Если вы решитесь на кого-нибудь зайти, лучше отпускайте тягу до нуля, иначе вы просто улетите без крыльев. Что касается вооружения, то оно тоже изменено. У поздних Яков ставили обычно 3 пушки. И, кстати, последнюю можно было изменить под себя. То есть либо вы стреляли с более крупного калибра, либо с более мелкого. Были варианты поставить 45, 37 или 23 мм. У нас же стоят только две 20-мм пушки Березина с общим боекомплектом в 240 снарядов. То есть 120 снарядов на каждую пушку. Что, в принципе, стандарт для советского истребителя. БК небольшой, но на трёх противников хватит сполна. Главное, только не атакуйте большие цели, такие как Б-18 или Б-24. Вот на них снарядов уйдёт уйма. Ленту берите либо универсальную, либо скрытую. Ещё есть неплохая наземная. Но я чаще всего пользовался всё-таки скрытой. В ней больше всего осколочных фугасных снарядов. И, кстати, бронепробитие у них хорошее, что позволяет в случае чего пострелять по зениткам в совместных боях. Однако другого вооружения нет и подвесной также отсутствует. Поэтому ЯК вы будете использовать только по прямому назначению, как истребитель. Какая же тактика воздушного боя нам подойдёт? По сути, мы можем воевать как и на больших высотах, так и на малых. Главная отличительная черта ЯКа – это манёвренный бой. А у нас он эффективен на всех высотах. При встрече вражеского истребителя на одной высоте большинство из них пойдёт с вами в лобовую. Но обычно они не доходят до конца и где-то на полпути начинают отворачивать. Так вот, мы в случае чего можем отлично довернуть или наоборот увернуться от противника. Рули высоты у нас отлично отыгрывают. К примеру, можно вот так подловить спидфайра, когда он только начинает уворачиваться от атаки. Резкий разворот можно совершить и через вертикаль, но не советую прям нагло виражить спидфайра. Всё же лучше держать дистанцию. В любом случае, скорость мы развиваем быстрее, чем он. А это значит, что мы можем запросто убежать. Единственное, что плохо у ЯКа – это уязвимость к пожарам. Он часто загорается и, к сожалению, не тушится. В целом, Як-3 ВК-107 не вызвал у меня отвращения или, наоборот, восхищения. По своим характеристикам, это очень приятная машина. Но данный Як подойдёт среднему по опыту игроку, потому что некоторые правила и особенности воздушного боя вы всё же должны знать, иначе вы просто будете на нём сливаться. На этом по игровой части это всё, а мы переходим к истории. Для установки нового и более мощного двигателя корпус самолёта Як-3 потребовалось модифицировать, из-за чего самолёт немного удлинился и вес увеличился. Но с установкой нового двигателя мощность увеличилась на 260 лошадиных сил, что дало самолёту значительный прирост мощности и максимальной скорости. Кроме того, новый двигатель ВК-107А был более приспособен для работы на больших высотах, что также повысило эффективность самолёта на высотах больших 3 километров. Первый экземпляр был построен 6 января 1944 года. При прохождении испытаний было выявлено много неполадок, связанных в основном с перегревом воды и масла. Но чуть позже он был отправлен на значительную доработку. Закончившиеся госиспытания 29 августа 1944 года постановили, что ЯК-3 с двигателем ВК-107 является лучшим на тот момент истребителем. Его следует принять на вооружение ВВС, но, конечно же, после устранения всех выявленных дефектов. Всего было выпущено 40 обычных и 8 цельнометаллических ЯК-3 ВК-107. По технике пилотирования цельнометаллический ЯК-3 отличался от ЯК-осмешанной конструкции, более хорошей управляемостью, меньшими нагрузками на ручки управления от элеронов и руля высоты. Но в итоге в конце 1946 года все работы по ЯК-3 ВК-107 были прекращены из-за решения использовать данные двигатели только для самолётов ЯК-9У. На этом у меня всё. Кто впервые на канале, не забываем подписаться, а также нажать на колокольчик. Если у вас есть ЯК-3 ВК-107, то напишите ваши впечатления от данной техники. Ну а я вам желаю лёгких фрагов и чистого неба над головой.